Друзья, привет! В этом я расскажу вам про эндоцитоз. Эндоцитоз – это поступение вещества в клетку путем захвата, присущ только животной клетке. Ведь у животной клетки очень тонкая оболочка, она эластичная клетка, она не имеет постоянной формы, легко сжимается, легко разжимается, и поэтому только животная клетка способна питаться путем захвата. Ей присущ эндоцитоз. Он бывает двух видов. Бывает пеноцитоз, захвата жидких капель, бывает фагоцитоз, захвата твердых пищевых ресурсов. В любом случае и фагоцитоз, и пеноцитоз в основе находятся только один и тот же механизм. В эндоцитозе примет участие рецепторы, которые находятся в мембране животной клетки, с помощью рецепторов, происходит распознавание пищевого ресурса. Если распознавание произошло, значит мембрана полностью обтекает пищевой ресурс. Образуется фагоцом, такой вот пузырек, в нем находится пищевой ресурс. И также участвуют лизосомы, это одна мембранная органоиды, образуются в аппарате Гольш-комплексе Гольши, в них находятся пищеварительные ферменты, и лизосома сливается с фагоцомой, образуется такой вот гибрид, образуется фаго-лизосома или пищеварительная вополь. И при участии ферментов, которые лизосомы, происходит переваривание пищевого ресурса до мономеров. И в организме человека эндоцитозом питаются клетки иммунной системы, допустим, фагоциты. Или вообще в природе простейшее животное, любое обыкновенное. В моем случае, вот перед вами, это животная клетка, у нее очень тонкая оболочка, и в мембрану встроены рецепторы, и рецепторы, они прикасаются к пищевому ресурсу. Возможно, это бактериальная клетка, возможно, это какая-то водоросль, в моем случае, это пищевой ресурс, какой-то субстрат. И если рецепторы, они подошли к этому субстрату, как ключ к самку, то рецепторы, они вот этой специфичностью. Избирательное взаимодействие. Если рецептор распознал пищевой ресурс, значит, что знание произошло. И только после этого мембрана полностью обтекает пищевой ресурс, образуется впячивание мембраны внутрь клетки. И образуется такой пузырек фагосома, погружает фагосома внутрь клетки, а там поджидает ее лизосома. И находятся пищеварительные ферменты. И лизосома сливается с фагосом, образуется пищеварительная вапуоль. И с участием ферментов гидролитических происходит переваривание пищевого ресурса доминомерда глюкозы, доминокислот. Они поступают в стопазму клетки и участвуют в метаболизме. Идут на синтез новых веществ, идут на распад с излечением из них энергии, с запасанием энергии молиоглиотев. Если что-то в околе не переварилось, то оно выходит из клетки любой части путем экзоцитоза. И такие вопросы были в экзамене, встально выложены на сайте решу.ег. Посмотрите, здесь нарисована животная клетка. И нужно было написать, что на ней изображено. Это эндоцитоз, это механизм транспорта вещества в клетку путем захвата. Присущ только животной клетке. Нарисунки под буквой А это фагоцитоз, потому что происходит захват твердых пищевых ресурсов, бактерии, а на рисунке под буквой В это пеностоз, захват жидких капель. В данном случае в основе этого механизма участвует мембрана животной клетки. В мембране есть рецепторы. Рецепторы распознают пищевой ресурс. Если они его распознают, значит мембрана полностью обтекает его. Образуется впячивание мембраны внутриклетки, фагоцитарный пузырек. И с ней сливаются лизосомы, образуется фаго лизосома. И происходит переваривание пищевых ресурсов до мононерф. Они поступают стопазмом и участвуют в метаболизме. Идут на синтез, на распад. Надеюсь, это видео помогло вам разбираться в данной теме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч!